Здравствуйте дорогие подписчики, наконец-то выкладываю это видео, о котором я все рассказывал и все тянул Снимать, к сожалению, довольно непросто, монтировать еще веселее, но, как обещал И, как обещал, в нем я вам расскажу подробнее про, собственно, акульи челюсти на наглядных материалах и пособиях Ну, буду использовать, конечно, и картинки из интернета, как и раньше, но, тем не менее, вот такой вот будет сегодня экспериментальный немножко формат Скажу, собственно, в чем особенности акульих зубов и челюстей, и почему это, собственно, стало визитной карточкой акул Чем она отличается от остальных костных рыб? Так, поиступим Действительно, зубы акул всегда привлекали повышенное внимание людей Ведь это необычное достаточно такое преобразование, тем более их еще и много, их можно использовать для самых разных целей Это тебе и какой-нибудь инструмент, и оружие, и трофей Ну, или до сих пор используются и какие-нибудь украшения из зубов акул Правда, я выступаю против того, чтобы их добывали у убитых животных Но поговорим сегодня о другом Зачем же акулам такое обилие зубов? С какой целью их расположение в несколько рядов? Почему, в принципе, акулы, как примитивные, казалось бы, рыбы, стали одними из высших хищников в океане? Что этому способствовало? Откуда же взялись у акул такие зубы? Это не что иное, как производная их кожа Точнее, это увеличенные в ходе эволюции чешуйки, называемые плакоидными Они видоспецифичны для каждого вида акулы И имеют характерную форму, в зависимости от того, на какую добычу акулы охотятся Какой образ жизни ведет, где плавает Ровно как и зубы Концепт сходства строения зубов и чешуи очень хорошо иллюстрирует трехмерная томография кошачьей акулы Которую вы можете сейчас наблюдать Еще более наглядно говорят о негладкости акул фотографии чешуи под микроскопом Для наглядности, вот вам также СС челюстей китовой акулы Сами видите, все очень похоже По своему строению акули и зубы не сильно отличаются от всех прочих животных Те же самые эмаль, дентин, пульпа Но разница есть, например, в том, что у акул они не имеют нервных окончаний Поэтому если акула теряет зуб, ей вообще не больно Нам бы так И они расположены в соединительной ткани, которая постоянно движется И, собственно, по типу конвейерной ленты толкает зубы вперед И рано или поздно они выпадут естественным путем Вот так, по сути, у них происходит замена зубов на протяжении всей жизни Ну и нельзя не сказать про знаменитые аиды акулев зубов, которые меняются Здесь тоже все не так просто Потому что есть рабочие аиды, а есть замещающие Об этом подробнее сейчас уже вам лично расскажу Конвейерный тип расположения зубов очень хорошо иллюстует почти любая акула Сегодня мы будем использовать челюсть песчаной акулы, которая достала одного хорошего токсидермиста Вот можете хорошо видеть Вот это вот рабочие, собственно, аиды, которые участвуют в разделке добычи И вот когда выпадет один зуб, на его место встанет спустя какое-то время следующий И он движется по соединительной ткани, собственно А вот замещающие аиды, как правило, вот сейчас покажу вам вот так вот Их, к сожалению, не видно Здесь, поскольку здесь сохранились остатки соединительной ткани Но хорошо видно вот более-менее основание зуба И вот когда, собственно, выпадут все вот здесь Он потихоньку, потихоньку, спустя какое-то время Как правило, около недели, двух, трех, в зависимости от вида Он становится на место и будет уже рабочим И так вот у акулы, собственно, всю жизнь Вот ваше еще вот в этом аиду, достаточно видно Вот где мои пальцы сейчас находятся Так, собственно, акулы и меняют зубы Еще лучше такой тип замены зубов Демонстрирует челюсть черноперой акулы Вот тоже можете хорошо видеть, собственно, рабочие аиды Сейчас попробую сфокусировать все У нас тут не очень хочет телефон со мной взаимодействовать Ну да ладно Вот, видите, хорошо Рабочие аиды А вот если мы ее перевернем Вот здесь отлично видно уже замещающие аиды И вот обычно эти зубы все находятся в тканях Соединительной ткани акулы А здесь, вот, собственно, видите, они расположены Вот реально как патроны, можно сказать В патронтаже для пулемета И вот так, собственно, всю жизнь у акулы и происходит Причем обратите внимание, что зубы разные на нижней челюсти И совсем-совсем другие на верхней челюсти Связано это со спецификой питания акулы Об этом в дальнейшем сейчас поговорим Теперь поговорим чуть подробнее про чейп акулы Он делится на два отдела Осевой, о котором мы не очень подробно поговорим Он составляет из себя, по сути, такую хрящевую коробку Которая прикрывает головной мозг Туда входит, собственно, обонятельная капсула Рострум, оно же рыло Глазница и слуховая капсула И вторая часть чейпа Это висцеральный Он представлен всей подвижных хрящевых дуг Вот именно он и образует челюсти О которых мы сегодня поговорим подробнее В частности, верхнюю челюсть у нас образована Небно-квадратным хрящом Мякельев хрящ образует нижнюю челюсть Имеются также губные хрящи На которых, собственно, держатся мышцы Которые выдвигают челюсть чуть вперед И, собственно, образуя тем самым знаменитый акулий укус А сама вся эта конструкция держится на геомандибуляе Или подвеске Эта общая схема характерна для всех видов акул Невзирая на их разнообразие Строение черепов и челюстей Но в любом случае вы у всех найдете Вышеупомянутые геоиды Мякельев хрящ Губные хрящи И так далее Они могут, конечно, видоизменяться В связи со спецификой охоты И условия проживания акулы То есть они могут быть более длинные Более короткие Более прочные Но суть от этого не меняется Оно характерно для всех Хотя у некоторых представителей Оно, конечно, развито Сильнее или в меньшей степени В зависимости от того, опять же На кого она охотится Теперь давайте разберем чуть подробнее Как работает, собственно, челюсть акулы Не редко Вижу и читаю комментарии О том, что на фото у акулы Челюсти какие-то неправильные Зубы не торчат, а должны торчать Но все совсем не так просто, опять-таки Разберем на премии большой белой акулы На картинке А вы видите акулу в спокойном состоянии Рот закрыт Лишь слегка видны челюсти На картинке Б акула уже перед атакой Челюсть открыта и взаимодействует Все хаищи, которые я описывал ранее Но челюсть еще вместе с черепной коробкой Можно так сказать Еще соединена А вот на картинке С Челюсть уже немножко проваливается Вперед и вниз Тем самым увеличивая площадь укуса И в некоторых случаях конкретных акул Силу его Тем самым она может откусить Больший кусок, чем просто Вот в случае картинки Б И картинка Д Когда акула смыкает челюсти Собственно, в этот момент Она уже держит добычу И, как правило, совершает Повороты головы из стороны в сторону Чтобы откусить кусок И данный тип механизма Работы челюстей Характерен для всех видов акул Начиная от китовой Продолжая большой белой Заканчивая самой маленькой Карликовой акулой Но есть и специфика В зависимости от того На кого акула охотится Для наглядности Посмотрим настроение челюстей Двух разных видов акул А именно рыбы молот И кошачьи акулы У рыбы молота Челюсти Довольно классические Для большинства акул А именно Она выдвигается Чуть вперед и вниз Мощно развитые хрящи Мышцы, опускающие верхнюю челюсть Послабее Опускающие нижнюю челюсть Совсем иная картина У кошачьей акулы Челюсть направлена Сразу вниз Мощно развитые губные хрящи Мощно развитые хрящи Мышцы, опускающие Нижнюю челюсть И слабо развитые Опускающие верхнюю челюсть Из-за этого Создается специфичная Анатомия мышц акулы Которая может при этом создавать вакуум при открывании рта, тем самым засасывая добычу целиком и в дальнейшем дробя ее многочисленными мелкими зубами, разрушая твердый покров и панцирь, скажем, какого-нибудь креветки, краба, двустворчатого моллюска, головоногого моллюска. Такая вот специфика у них. При этом кошачья акула компенсирует размер количеством зубов. Для маленькой акулы достаточно серьезно при ближайшем рассмотрении через микроскоп. Если вы креветка, вас никакой панцией не спасет, да и головоногому моллюску не поздоровится, хотя казалось бы, вроде миленькое маленькое создание. Продемонстрирую наглядно на живом экземпляре. А сейчас я вам покажу челюсти кошачьей акулы, а то постоянно спрашиваю, где у них зубы-то, вроде их нету. А вот они, нормальные полноценные челюсти. Несколько рядов, все как положено. Маленькая, но все равно акула. И мой ребеночек все плыви, применил. При этом процесс открывания челюсти захвата добычи у некоторых акул может выглядеть несколько гиперболизированно, если говорить по-занудному. Скажем, вот на прямее песчаные акулы, какими являются наши Миша и Смаша, выглядят это вот примерно так. Довольно жутко, зловеще, отчего многие, собственно, и боятся этих акул. Но при этом они, на самом деле, не так опасны, как принято считать. Хотя с их копьевидными зубами, конечно, если что-то у нее перед носом, она схватит, не задумываясь. А как начать других видов акул? Еще очень гиперболизированная процесс открывания и закрывания челюстей демонстрируют глубоководные виды акул. Например, это гадюковая акула, которая напоминает нечто среднее между чужим, веномом и обычной акулой. Она сама по себе не опасна, длиной всего лишь 40 сантиметров. Но, знаете, если ее увеличить, хороший такой монстр для ужастика подойдет. Как говорится, в природе все давно придумано, а люди должны всего лишь воплотить в своих книгах. Но пальму лидерства, пожалуй, в гиперболизированности работы челюстей удерживает довольно знаменитая акула-домовой или акула-гоблин. Кому как удобнее. Когда у нее челюсть в закрытом положении, она не сильно выделяется среди прочих рыб. Как бы акула и акула вроде даже немного на рыбу-пилу похожая, такая невзрачная. А вот если она челюсть открывает-закрывает, это совсем другое дело. Это, конечно, наводит на всякие жуткие, ужасные мысли о тех же чужих. Кстати, нет, это все вранье, что именно с этой акулы списали знаменитого чужого и принцип работы его челюсти. Хотя, конечно, выглядит неплохо. Ну и перейдем к самому интересному. Чуть подробнее разберем зубы и строение зубных систем. Как и наши зубы, акули имеют коронку, шейку, боковые зубцы в некоторых случаях и даже корень. Хотя и очень дистрофированные, то есть слабо развитые, поскольку у них нету связи с нервной системой, им нет необходимости в глубоком укоренении зубов. Теперь поговорим о том, как располагаются зубы в челюстях акулы. Есть такая вещь в челюстях, называется симфис. Это место смыкания челюстей ровно по центру. Как правило, рядом с ней расположены все самые крупные зубы. Они называются симфизиальные. Боковые же зубы называются латеральными. Ну или прямо так и называются боковыми. Иногда между ними могут быть зубы поменьше. Тогда они называются промежуточными. Ну и самые мелкие зубы находятся по окраинам челюстей. Они называются постериальные. Ну и перейдем к, пожалуй, самому интересному, а именно к типам зубных систем. Ну, если по-научному. Или, точнее, тому, какие, собственно, зубы бывают у акул. Зубная система рвущего типа, пожалуй, самая известная. Она характерна для большинства ламнообразных акул, вроде мака, сельдевых и вот песчаных, как наши Миша с Машей. Зубы, поэтому, имеют характерное строение. Они такие кинжалообразные. Они не имеют зазубы. Могут иметь боковые зубчики в некоторых случаях, как как раз у Миши с Машей. И, собственно, они сугубо для того, чтобы хватать быструю верткую скользкую добычу. Ну, то есть рыбу какую-нибудь. Например, тунец, ставоиды, рыбомещ в некоторых случаях. Задача их хоть как-нибудь дозацепить добычу. И, собственно, чем больше добыча вырывается, тем глубже она заседает в зубах. И акуле остается только схватить и, собственно, проглотить кусок. Ну, или как раз порвать в лоскуты плоть добычи и, тем самым, лишить ее возможности уплыть и двигаться. Далее идет система аэжущего типа, которая делится на чисто аэжущий и аэжущихватающий. Тут уже зубы имеют совсем разное строение. Например, они, как правило, плоские и действующие образуют непрерывное такое лезвие острое. Хорошим примером могут быть зубы большой белой акулы, ну или чернопюрыфовой акулы. И они имеют как раз характерные известные зазубрины. Эти зубы созданы для того, чтобы быть универсальными и пилить самые разные типы добычи. Начиная от той же рыбы, продолжая кальмарами и заканчивая морскими млекопитающими. Здесь особо выделяются зубы большой белой акулы, которые имеют разное строение их. Например, нижние зубы большой белой акулы – это именно как крючие. Они имеют зазубрины, но в меньшей степени. И они удерживают добычу. А верхние зубы, они более, скажем так, более плоские и больше созданы для того, чтобы проникать в добычу и арезать ее на куски. При этом не будем забывать, что акула в этот момент еще вращает головой. И нижние зубы держат, а верхние пилят. Получается такой идеальный конвейер-пила для разделки жирного толстого мяса какого-нибудь морского котика. Впрочем, даже у акул с вроде бы единым типом зубной системы есть отличия. Возьмем не менее знаменитую тигровую акулу. Ее зубы, мягко говоря, отличаются от того, что я описывал ранее. Ее вершины направлены сильно назад и имеют двойные зазубрины. Более того, у нее зубы все одинаковые на обоих челюстях. Связано это с адаптацией к охоте на крупных морских животных и, в частности, на морских чаепах, панцией, которых не представляет никакой проблемы для тигровой акулы. Отчего, собственно, о ее кровожадности и слагают легенды до сих пор. Я молчу, что будет с какими-нибудь обычными костями и мышцами при взаимодействии с такими зубами. Следующий подтип челюстей называется режущихватающим. Он характерен для большинства серых акул, а также глубоководных. Характеризуется он двучелюстной разнозубостью. Вот вроде он как то же самое, что и в прошлом у нас режущий, но значительно более усовершенственной в зависимости от того, на кого акула охотится. Очень наглядно нам это продемонстрирует семижаберная акула, учитывая, что у нее верхние зубы тоже как крючек, как колья, а нижние как настоящие такие пилы маленькие. Связано это с тем, что эта акула живет на большой глубине, в основном питается падалью, например, погибшим китом. А эта субстанция такая, довольно тягучая, поэтому верхние зубы, собственно, держат добычу, нижние режут, и поэтому акула дополнительно вращается наподобие крокодила. Привет, Евген Крокрониклс. И тем самым отрывают кусок. Сказ про данный подтип челюстей сказом о бразильской светящейся акуле. Это вроде миленькая маленькая акула, но на самом деле это то еще исчадие ада. У нее гиперболизированы нижние челюсти и очень мелкие верхние зубы, с помощью которых она присасывается к живому животному, скажем, к дельфину, к более крупной акуле, к морскому котику, киту, кому угодно. И начинает проворачиваться вокруг своей оси и выгрызать заживо кусок плоти. Очень часто рыбаки встречают рыб, пострадавших от таких акул. Поэтому сама по себе она не очень большая, сантиметров 35, но, тем не менее, зубы у нее настолько мощные, что даже более крупные акулы, вроде большой и белой, не застрахованы от ее нападения. Род, как говорится, размер имеет значение. Зубная система раздавливающего типа характерна не только для акул, но и для многих скатов, поскольку коронки образуют своего рода такую айвоистую поверхность, которая подходит идеально для обработки панцией, ракообразных и двустворчатых моллюсков. Такие зубы характерны в основном для пайдонных акул, вроде куних, например, но и для многих скатов, скажем, для акулевого ската, зубы которого вы сейчас видите на экране. У нас, кстати, такой есть, его так и называем, Арина, очень любит пытаться снять с меня маску. Видимо, я ему кажусь креветкой. Зубная система раздавливающего типа встречается уже только у скатов, конкретно у орликовых и бочерылых. Их зубы образуют такие характерные пластины, иногда напоминающие чем-то расчески. Они почти полностью гладкие, имеют поверхность многоугольную, и предназначаются для того, чтобы разламывать панцири наиболее таких крепких ребят из ракообразных, двустворчатых моллюсков. И эти зубные пластинки у них тоже могут меняться, как зубы у акул. Вот у меня, например, в руках одна такая пластинка обыкновенного пятнистого орляка. Они тоже со временем выпадают, скату это не причиняет никакого дискомфорта, но вот иногда встречается такое на дне. Но выпадают они сильно реже, чем у акул. Ну и последняя на сегодня смешанная зубная система или хватающая разламывающего типа. Она встречается исключительно у представителей разнозубых акул, или как их еще называют, бычьими. Зубная система действительно смешанная, передние зубчики острые, хватающего типа, а боковые явно разламывающего. Поэтому эти животные в основном питаются теми же придонными животными, ракообразные, моллюски, двустворчатые, головоногие. Считается, что такая зубная система одна из наиболее древних среди всех акул. Их самые древние представители, например, гибодусы, жили в те же времена, когда были первые динозавры. Это пермский приют около 250 миллионов лет назад. Ну и напоследок расскажу вам какие-то интересные факты, особенности некоторых акул. Возьмем самого, наверное, нашего любимого, всеми катрана черноморского, которым всех пугают всегда каждое лето. Хотя нет, он никого не убил и не может. Зубы у него не особо интересны, а вот механизм замещения зубов очень даже. Они у него меняются целым ариадом. То есть вот у него идет такая пластинка от симфиза челюсти до окраины, и вот на ней крепится весь зубной ариад. И когда приходит время, соединительная ткань просто выталкивает эту пластинку, и она у него отваливается, примерно как у ската, вот, собственно, вы видели раньше. Но вот именно у катрана такой механизм, достаточно необычный. Ну и заодно можете видеть, какие у него зубы. Это, мягко говоря, несерьезное оружие, он едва ли человеческую кожу прокусит. Поэтому не вейте мифам про катранов-людоедов. А вот это перед вами один-единственный зуб китовой акулы из многих тысяч, что у них есть. Я, к сожалению, не нашел информации, куда относят всех планктонов важных акулов, кто питается планктоном. Они же фильтраторы. Как-то вот нету, к сожалению, для них классификации отдельной. Кстати говоря, эти зубы, как недавно выяснилось, даже на глазах есть, по всей видимости, защита от эктопаразитов и физических повреждений. А вот такая зубная система, которую я тоже не нашел, к сожалению, куда отнести, принадлежит довольно редкой акуле. Называется она плащеносная. Это очень редкая рыба, плохо изучена. Она обитает на большой глубине, около 150-800 метров. В основном питается глубоководной рыбой, ракообразными. И изучена крайне слабо. Они очень мало информации, но известно, что она является эликтом. То есть она живет с древних времен до наших дней, как Акантила Тимея или Гатерея, например. Об акуле в зубах можно, конечно, говорить бесконечно, но всему рано или поздно приходит конец, в том числе этому ролику-долгострою. Ух, надеюсь, вам понравилось. Ребята, жду ваши лайки, комменты, предложения. До скорых новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok